Так большинством голосов Совет депутатов Теренгульского района поддержал строительство цементного завода. Речь идет о коллективном обращении народных избранников в адрес губернатора Ульяновской области Сергея Морозова. В письме будет озвучена просьба разложить по полочкам вопрос удаленности нового предприятия от населенного пункта, экологическую обстановку и ее соответствие всем стандартам, а также пожелание учесть мнение жителей муниципалитета. Уровень жизни населения в первую очередь зависит от того, что будет работать производство на территории района или не будет. А если мы хотим красиво жить, то значит надо инвесторов сюда, наверное, привлекать и говорить с ними с точки зрения науки. Ну, наверное, если наука ответит, да, хорошо, все, не беспокойтесь, население, все будет прекрасно, так за, только за. Политика митингующих жителей района, выступающих против строительства цементного завода, местным властям непонятно. Эти протесты, по их мнению, больше носят характер провокационный. Согласно приведенным на заседании данным, за все время объявленной голодовки в местные учреждения здравоохранения не поступало характерных жалоб. Да чистота окружающей среды людей на удивление взволновала только сейчас. Когда я приехала в район, 27 лет назад, у нас в районе Теренги было много заводов. Завод, кирпичный завод, завод железобетонных изделий, был мясокосный завод. Все эти заводы были в Теренге. Тогда производство, сами знаете, какое было строительство, никаких этих очистительных сооружений, ничего не было. И запахи, и экология, все сходы были в овраг. Коллективное письмо за строительство цемзавода главе региона написали представители старшего поколения Теренгульского района. Члены Центра активного долголетия «Вектор» с высоты своего жизненного опыта всей душой болеют за будущее родного края. Больше всего их волнует отток мужского населения. Причина этому – нехватка рабочих мест. Мы хотим поддержать то, что наши молодые люди будут работать на этом заводе, будут рабочие места, потому что у нас в Теренге их не хватает, чтобы наши семьи не распадались. И мы за работу, за то, что наши молодые работали и жили у нас в самой Теренге. По мнению экспертов, предприятие подарит району порядка 500 новых рабочих мест и дополнительные доходы в виде налоговых исчислений в районный бюджет. Другой, не менее животрепещущей темой, которую подняли на заседании Совета депутатов, стал уход с поста главы администрации Теренгульского района Владимира Дергунова. Его волеизъявления коллеги по цеху поддержали и назначили конкурс по отбору кандидатов. По каузде правление взяла созданная по инициативе Сергея Морозова рабочая группа, которая должна сформировать временную администрацию района. Ее руководителем назначен экс-глава Димитровграда Николай Горшинин. По его словам, ряд специалистов и руководителей ведомств уже окунулись головой в работу, общаются с населением и аккумулируют вопросы, которые предстоит решить в ближайшее время. Это благоустройство, вопросы экономики, вопросы, и правильно отметили здесь депутаты, которые говорили о рабочих местах. Я поддерживаю их в том, что здесь должны быть инвесторы, сюда должны прийти предприятия, где могли бы работать жители этого района. Ринат Алюлова, Даниил Сурков, новости Ульяновской правды.